Торговый центр Суар-Плаза представляет. С вами вновь программа ФАМ-ТВ. Вторую часть нашего тележурнала открывает новый проект под названием «Код молодости». С его помощью мы побываем в легендарном Московском институте красоты и узнаем о самых перспективных анти-эйдж направлениях. Поисками эликсира вечной молодости люди занимались испокон веков. Сегодня эти поиски вылились в целое научное направление. Медицины анти-эйдж или медицины активного долголетия. Мы говорим, что 80 – это возраст профессионального активного долголетия и 120 – это возраст активно-социального долголетия. То есть человек может работать активно до 80 лет и до 110 лет он может активно отдыхать. И сегодня мы можем заявлять о том, что у нас есть все технологии, и не только у нас, они существуют в мире, которые при правильном следовании всем этим рекомендациям и при инвестировании, безусловно, в свое здоровье финансовых средств, они могут достичь этого результата. И это показывают ведущие европейские страны. Вы знаете, что нормой стала уже средней продолжительность жизни 80, 81, 83 года. Одним из главных инновационных диагностических методов является определение генетического кода, заложенного природой уже при нашем рождении. Генетический паспорт, он нам дает исходную информацию, он делается раз в жизни, его не нужно каждый месяц повторять. И это является на сегодняшний день элементом культуры уже, то есть культура человека, культура его здоровья. То есть я могу померить более 100 параметров этих, или, как я вам говорил, там 45 параметров, но у меня 3, 5 или 7 слабых мест. То есть они на нашем графике рисуются красными точками, те органы и системы. И я знаю сегодня свои слабые места, и я должен именно над ними работать. Настоящей научной сенсацией стало открытие фермента теломеразы, так называемого фермента вечной молодости. Теломер – это окончание хромосомы. На протяжении жизни человека теломер неуклонно укорачивается. Именно его длина служит определением биологического возраста человека. Фермент теломеразы способен увеличивать длину теломера, а значит, теоретически продлевать его молодость. Найти его в чисто природном виде достаточно сложно, потому что основой его является корень растения астроган, который произрастает в Восточной Монголии, на территории Китайской Народной Республики. И ученые, которые запатентовали этот препарат в 2000 году, то есть они выделили из этого растения одну молекулу из 2000. Хотя поиски продолжаются, и на сегодняшний день есть несколько десятков кандидатов из других, может быть, природных растений. Пока ученые заняты поиском особого эликсира, стимулирующего выработку теломеразы, специалисты по антиэйдж-питанию уже готовы дать рекомендации по подбору наиболее омолаживающих продуктов. Три витамина, которые на сегодняшний день признаются, как их называют, витаминами молодости. Это коэнзим Q10, который оказывает влияние на работу сердечной мышцы. Это витамин D3, ну и различные виды витамина D2, D3. Ну вот, и витамин E. Например, витамин D3, то есть он влияет на нормальную работу нашей эндокринной системы. Присутствие достаточных количеств витамина D поддерживает здоровый цвет и состояние нашей кожи. Витамин E – это наша защитная сила организма. Витамин Q10, коэнзим Q10, он влияет на наши митохондрии, то есть и дает энергию и силу нашим мышцам, сердечным мышцам. Опять же, каждый витамин желательно пить в свое время года. То есть витамин D2, D3 мы получаем с солнцем. Поэтому если вы там все лето пролежали на солнце, то вам ни в коем случае не желательно пить этот витамин. Витамин E очень содержится много в масле. То есть, например, жителям Кипра, Крита или там Греции, ну им нет необходимости пить этот витамин в искусственном виде, так как они каждый день потребляют это оливковое масло, и нельзя, как говорится, двойную дозу его пить. Более подробно о том, как составить омолаживающее меню и какой напиток можно смело назвать эликсиром молодости, смотрите в одном из ближайших выпусков проекта «Код молодости». Тему молодости и красоты продолжает рубрика «Инь-Ян». Как всегда, мы с Юлией Арутюновой по разные стороны баррикад. Кто же из нас прав, а кто ошибается, определит специалист. Многопрофильный медицинский центр «Импульс» представляет. Я категорически против. Прекрасно жили раньше, и сейчас можно тоже прекрасно прожить. Без скальпелей, без этой резьбы по лицу, в конце концов, художественной. Не признаю я. Пластическая хирургия давным-давно – это не только резьба, как ты говоришь, художественная по лицу. На сегодняшний день существует очень много малоинвазивных методик, которые позволяют решить большое количество эстетических проблем. И вот Софья Александровна, хирург-косметолог, тебе сейчас о них более подробно расскажет. Здравствуйте. Вот, Софья Александровна, скажите мне, как мужчине, как же можно поменять овал лица, либо убрать какие-то возрастные изменения, не прибегая вот к этим надрезам, шрамам и всему остальному? Ну, существует много, скажем, малоинвазивных методик. На мой взгляд, наиболее эффективно и пользуется все большей популярностью методика нитевой подтяжки. В отличие от классической хирургической подтяжки лица, нитевой лифтинг мало травматичен. Он не предполагает нанесения больших разрезов, не требует отслаивания кожного покрова и характеризуется быстрым периодом восстановления. В каком возрасте можно уже прибегать к этой методике? Эту методику можно применять в молодом возрасте, в возрасте около 30 лет. В данном случае используются чаще всего рассасывающиеся продукты, которые не только подтягивают, но прежде всего они улучшают тонус тканей, возвращают цвет, упругость, восстанавливают четкий овал лица. А в более позднем возрасте, конечно, следует отдать предпочтение нерассасывающимся продуктам. С их использованием мы получаем практически результат пластической операции. То есть поднимаются мягкие ткани, фиксируются на той высоте в более выгодном для нас положении и достигается эффект также молодого лица. Это больно вообще? Все это обезболивается местной анестезией. То есть это не страшнее, чем полечить зуб. Длительность ее непродолжительная, от 15 до 30 минут. Значит, по сути, есть обеденный перерыв на работе, можно сбегать и подтянуть себе лицо? Можно. Вообще эта процедура является процедурой выходного дня. Насколько долго продлится эффект от этой процедуры? Достаточно долго, от 3 до 5 лет. Тем не менее, данную методику можно будет применять периодически для отдельных участков лица или повторять ее со временем. А вот я знаю, что существует еще одна методика, которая тебе, Виктор, обязательно понравится. Это когда пластические хирурги могут не только убрать лишнее, но и добавить его туда, куда нужно. Эта процедура называется липофилинг. Она означает, что можно брать жир, допустим, на животе или бедрах и располагать его там, где нам этого хочется, где нам нужно. И поскольку жир имеет факторы роста, получается еще грандиозный омолаживающий эффект. Главной особенностью и основным преимуществом методики липофилинга является 100% совместимость пересаживаемого биоматериала, что помогает избежать аллергических реакций и отторжений. Постепенно собственный жир наполняется кровеносными сосудами и полностью приживается на новом месте. А какие проблемы легче всего решаются с помощью этого метода? Гипофилинг чаще всего применяется в области лица, кисти и рук, локти могут быть задействованы, грудь. А вот Виктор у нас мог бы стать хорошим донором, я так понимаю, в этой процедуре. Многопрофильный медицинский центр «Импульс». Современная эстетическая косметология. Ждем вас по адресу улица Академика Парина, дом 6. Запись по телефону 225-89-99. Помните, мало быть молодым и красивым, надо еще быть сильным и успешным. И в нашей стране нам есть на кого равняться. Об успехе, мудрости и настоящих героях в нашем следующем сюжете. На этом можно заработать. Форекс-клуб. Человеку свойственный поиск нового и стремление к победе. Особенно в такой большой стране с такими огромными возможностями и для людей с такими грандиозными амбициями и неиссякаемой волей, как в России. Мы первыми полетели в космос, покорили океаны и горные вершины, достигли небывалых спортивных побед. Мы построили самую большую страну в мире. Одним из первых наших соотечественников, заявившим о статусе России, вернее тогда еще СССР, на Мировом Олимпе, стал космонавт Юрий Гагарин. На днях человечество отметило 80-летний юбилей со дня рождения легендарного летчика. История этого человека доказывает, что сделать головокружительную карьеру может каждый. Для этого совсем не обязательно родиться где-нибудь на Западе или обладать прочной материальной базой и поддержкой влиятельных покровителей. Родители Юрия Гагарина были простыми рабочими. А по словам психологов, которые выбрали его из 20 кандидатов на первый полет в открытый космос, в нем цепляли дух соревнования, целеустремленность, выносливость и любимое слово «работать». От поколения к поколению мы передаем традиции победителей. Как и раньше, все в жизни начинается с первых мечтаний, первых шагов и первого успеха. Слава по-прежнему достается тому, кто проявляет непоколебимую волю к вершине, тому, кто смог отбросить в сторону страх и обрел истинную свободу. Разница лишь в том, что сегодня мир открывает для нас новые возможности развития, пути осуществления мечты. Для тех, кто владеет инвестиционной мудростью, слово «свобода» – это не пустой звук. Сервисы сопровождения и инвестиционных счетов открывают безграничные возможности для людей, которые ценят свое время и комфорт. Сервис «Инвестиционные счета» подразумевает то, что клиент вкладывает свои деньги в работу профессионального управляющего и получает стабильный доход. От серьезной темы мы переходим к теме более легкой. Хотя не все в этом со мной согласятся. Особенно те, кто приехал на международный съезд татуировщиков. Для них тату – это не мода, это сама жизнь. Студия Игоря Умерова представляет. Ее зовут Анжелика и ей два годика. Это малышка с ангельскими кудряшками. Самая юная татуировщица в мире. Она родилась и живет в Милане. Именно здесь только что завершился 19-й международный тату-конгресс, в котором приняли участие более 300 мастеров перманентного рисунка со всего мира, включая и российских представителей из Москвы, Санкт-Петербурга и Барнаула. На сегодняшний день татуировка является не просто модой и возможностью самовыражения, но и разновидностью авангардного искусства. И несмотря на то, что современные мастера доверяют техническому прогрессу и используют профессиональное оборудование, никогда не обходятся без приверженцев сугубо традициональных старинных способов с использованием инструментов, сделанных вручную из бамбука, слоновой кости или морских раковин. Да и сам краситель должен быть исключительно натуральным, приготовленным из пепла особых растений и трав, смешанным с маслом и водой. Такие татуировки уникальны в своем роде, и никакая машинка не в состоянии их повторить. Миланский тату-конгресс стал отличной возможностью для татуировщиков посоревноваться в мастерстве. А для посетителей не только понаблюдать за их работой воочию, но почему бы и нет подарить себе новые украшения на всю жизнь. Кстати, было здесь на что посмотреть и тем, кого татуировки не особо привлекают, кто пришел сюда просто за компанию. Конкурс бодипейтинга и декоративного макияжа, шоу Miss Tattoo Convention и выставка современных художников и скульпторов стали отличным времяпровождением абсолютно для всех. Авторские работы и художественный макияж от Игоря Умерова Короленко, 28, 297-06-52 Это была заключительная страничка сегодняшнего выпуска. Тема нашей следующей программы «Идеальная ночь». Как, на чем и сколько нужно спать, чтобы оставаться молодым, красивым и здоровым, расскажет главный сомнолог страны и другие специалисты. Смотрите нас в следующее воскресенье в 18.30. Также не забывайте про повторы. Каждую субботу в 12.30 и в 17.30. Также все выпуски программы «Фам Ти Ви» можно найти на сайте телекомпании «Эфир». С вами был Виктор Рон. До встречи. Торговый центр «Суар Плаза» представляет Студия декора и флористики «Шефа» Искусственные растения и эксклюзивные предметы интерьера Новая коллекция «Полон Шарк» Лучшее сочетание цены и качества Субтитры создавал DimaTorzok